Игры это деньги. Деньги это причина почему игры создаются. И иногда это все превращается в конвейер. Ассасинов выпускают по сей день, потому что они приносят очень много денег. Но Valve, Valve играет немножко по другим правилам. Они не то что не делают конвейер, они не делают игры в принципе. Продажа собственных игр даже близко не является их приоритетом, ведь у них есть Steam, который является самой крупной и популярной площадкой покупки игр на ПК. И несмотря на всю популяризацию Epic Games, который имеет всего 12% с каждой продажи игры, и при этом очень щедро раздает эти самые игры, в Steam с каждым днем растет количество пользователей. И на данный момент их число достигает 120 миллионов активных пользователей в месяц. А Valve при этом при всем получает 30% от каждой продажи игры. И на самом деле, несмотря на всю критику Valve на этом поприще, я люблю их. Гейп Нью со своей командой достигли действительно многого с момента основания компании. Они разработали и издали поистине культовые и инновационные игры, которые стали классикой игровой индустрии. Они создали цифровую платформу, что значительно увеличило шансы молодым разработчикам игр заявить о себе. Valve действительно очень сильно продвинул ПК гейминг в массы, за это его стоит уважать. Но всегда есть НО. Насколько сильно я люблю Valve, настолько же она меня и огорчает. Все свое детство я провел за играми от Марио до ГТА Вайс Сити и постела второго. Впервые после всех игр, которые я когда-либо играл, я увлекся сюжетом и визуалом. Второй Half-Life, включая все эпизоды Team Fortress, портал. Когда я купил Orange Box, мой мир геймера перевернулся. Я даже не смогу примерно вам передать те эмоции, которые у нас были с друзьями, когда мы в школе обсуждали сюжет Half-Life. Ну знаете, стоят такие пиздюки, такие типа, йоу, блядь, Элай не сдох, я тебя, чувак, базарю, Элай не сдох. А другой такой говорит, типа, блин, а вы видели корабль, короче, а вы знаете, что это по корабль из портала, и типа, портал и Half-Life, это одна вселенная, и мы такие, баааа, кого, чувак. Да, тогда мы еще не знали, что наша надежда умрет на добрые 11 лет. Мы ловили дикий кайф от Left 4 Dead'а, орды зомби, которые просто взрывали мозг, а когда на горизонте появлялся танк, мы вспоминали все возможные молитвы, которые нам когда-либо читала бабушка. Попробуйте посмотреть трейлер Left 4 Dead'а 2 сейчас, если у вас не встала шишка, то пойдите въебите Аликапс, ибо у вас, блядь, реальные проблемы с этим. Но Valve просто перестали делать игры, ну, они как бы делают, но уже не такие, понимаете, о чем я. Да, недавно для систем виртуальной реальности вышел Half-Life Alyx, которую называют революционный, но, к сожалению, это не так. Они не сделали революцию, они сделали компиляцию скомбинированных идей VR, которые уже были и в других проектах этой платформы. Достижение Alyx это то, что VR-ные механики перенесли в большой и красивый мир, и да, это впечатляет, но до революции все же не дотягивает. Как насчет новых игр, которые войдут в историю видеогейминга? Последняя игра, после которой Valve замолчали на долгие годы, была Dota 2. Но все эти долгие годы игроки закидывали Valve вопросами, мол, когда будут сиквелы, на что всегда получали ответы, которые так и не отвечали на вопросы. И после пяти лет молчания игрокам показали... Мне точно нужно говорить, насколько это было поистине, блять, глобальным разочарованием. Долгие годы молчания. Все, что видела комьюнити на протяжении всех этих, блять, лет, это новые скины в Dota и CS'очке. И в сратой, конечно же, античит, который, блять, до сих пор работает как попало. И по итогу награды за годы ожидания стала хибучая карточная игра, на которой Valve в очередной раз просто решила заработать тонны денег. Единственным вопросом, которым я тогда задался, это был сколько. Сколько вам денег еще надо, чтобы сделать поистине что-то стоящее? Мне когда великая компания, у которой каждая игра была хитом, стагнирует. От нее уходят ветераны Valve, чтобы двигаться элементарно дальше. Все писатели, которые были ответственны за создание сценариев Half-Life, уже ушли. Распинаться много про них я, конечно же, не буду. На ютубе полно роликов про значимых личностей, которые покинули этот блядский тонущий корабль. Один из разработчиков, два года назад, отвечая на вопрос о нумерном продолжении Халвы, сказал следующее. Valve в определенном смысле стала заложницей успеха второй части. Таким образом, Half-Life 3 превратилась в пугающую перспективу, а виртуальная реальность в неком роде стала маяком, благодаря чему студия поверила в перспективность проекта. Я не особо удивлюсь, если после Алекса нам еще лет 10 придется ждать еще хоть чего-то нового по вселенной Half-Life. И знаете, я теперь даже и не знаю, нужна ли третья часть. Да, мне безумно интересно узнать продолжение, а не какой-то там гребаный спин-офф, но отсутствие сценариста меня очень сильно напрягает. И тем не менее, блядь, во мне все равно огонек надежды вновь загорелся. Ебаный Valve, блядь. Поймите меня правильно, я критикую его, потому что люблю и надеюсь, что сейчас они действительно хотя бы планируют возвращаться в эту гонку и вновь начнут делать игры, которые действительно будут входить в историю. Но, вспоминая последние 10 лет, в это очень тяжело поверить даже после Алекса. Хотя, может это только моя проблема. И знаете, у этого видео даже нет никакой морали или еще какой-нибудь херни, я просто пытался поделиться с вами своими мыслями насчет всего, что мне пришло в голову по отношению к Valve и надеюсь, что это видео найдет того, кто думает точно так же. Спасибо за просмотр, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь, я буду очень рад вас видеть на своем канале. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok